МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что наиболее важно начинающему журналисту? Возможно, для начала создать свой уникальный образ. А может, стоит засветиться на всевозможных каналах телевидения? Выбор остается только за ними. В теме разбиралась Аделя Мухаммедшина. Можно с уверенностью сказать, что студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ приложили максимум усилий, чтобы оказаться в двух местах одновременно. Ведь 11 сентября в стенах Высшей школы состоялись мастер-классы от известных медийных личностей. На этот раз на огонек к студентам пришли шеф-редактор телеканала «Татарстан-24» и директор студии брендинга «Айм Компани». Никто не упустил уникальной возможности познакомиться с секретами работы на телевидении. Как говорится, из первых уст. Новости – это всегда, скажем так, передовая в телевизионной журналистике. Это самое сложное. И в то же время это самое такое прорывное, самое дорогое производство. И новости – это всегда драйв, новости – это дисциплина. Ну, конечно же, это тоже творчество. Видеть мир, видеть свою тему – вот это, скажем так, то, что нужно научиться каждому студенту, который собирается быть телевизионным журналистом. Пока молодые телевизионщики с головой уходили в свою будущую профессию, начинающие пиарщики не сидели без дела. На этот раз им открыли настоящие основы брендинга. Будущему пиарщику надо знать вообще, с чем он работает, как вообще образы строятся, технологию построения образов. Ну, потому что без этого знания просто быть представителем СМИ или какой-то компании – абсолютно бесполезная история. За немногое количество времени гостям Казанского университета успешно удалось сформировать целостное представление о двух взаимодополняющих профессиях. Всем интересующимся доходчиво объяснили, почему журналисты все чаще уходят в пиар и как печатники находят свое призвание в телевидении. Пожалуй, эту профессиональную тенденцию остановить не удастся. Однако она продолжает приносить хорошие результаты, превращая новичка в большого специалиста своего дела. И это факт. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. У биологов Казанского федерального университета появилась уникальная возможность прикоснуться к мировой науке еще ближе. В рамках открытых лабораторий Института фундаментальной медицины и биологии специально приезжают профессора со всех концов света, чтобы поделиться своими знаниями. Подробности далее в сюжете. Цикл лекций ведущих ученых для магистров кафедры биохимии и биотехнологии был организован с целью повышения качества образования студентов. Приглашенные профессора выступают с лекциями в рамках курсов, которые охватывают разные направления современной биологии. Кроме того, студенты получат возможность поработать на самом современном оборудовании, решая актуальные задачи в выбранной области. 11 октября в актовом зале Восточного корпуса главного здания КФУ прошла еще одна лекция, охватывающая наиболее актуальные проблемы молекулярной патологии. Рустам Литвинов, профессор КФУ, понял такие вопросы, как «что же такое молекулярная патология?» «Как обнаружить вирус в крови?» «Как лечить?» «И что с этим делать?» Этих лекций в таком компактном, собранном виде никто нигде не читает. Поэтому, поразмыслив, я решил, что это будет введение в молекулярную патологию, которая не читается в КФУ ни в каком виде. Биологи не занимаются медициной, а биология все-таки связана с медициной, хотя и не прямо. Я решил, что им будет полезно и интересно немножко выйти за рамки традиционных биологических представлений и углубиться в медицину хотя бы чуть-чуть. Молекулярная патология, как правило, изучает закономерности возникновения и развития заболеваний на молекулярном уровне. Эта наука является частью молекулярной медицины, которая сформулировалась на стыке фундаментальных наук и практической медицины. Рустам Литвинов рассказал о составных частей болезни, о видах вирусных отравлений, строения ДНК и РНК, а также о классификации наследственных болезней. Цикл лекций ведущей мировой школы студентам КФУ будут полезны не только для начинающих медиков и биологов, но и для студентов других областей. Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня? Давайте узнаем в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Рустам Мениханов встретился с президентом Туркменистана. Президент Республики Татарстан выразил надежду на расширение сотрудничества между сторонами. 17 октября в Набережных Челнах состоится кубок открытия новой лиги КВН КАМО. В игре примут участие более 15 команд из образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска. В Елабуге пройдет бал 18 века. Все собранные на балу средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями. Елабушки пенсионеры снова сели за парты. В очередной раз университет третьего возраста открылся на базе Лабужского института КФУ. В этом году в университете будут обучаться 125 пенсионеров. В рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» 11-летний мальчик из Нижнекамска Джейхун Ахмедов на один день станет мэром Казани. В программе «Дня лидера» Джейхун пустит персональные уроки по лидерству, встретится с мэром Казани Ильсуром Медшином и лично проведет совещание в Казани-арене. Два хоккеиста из Татарстана вошли в список лучших хоккеистов 7-й игровой недели чемпионата России КХЛ. Джеффри Кенрейд из Нефтехимика признан лучшим защитником, Антон Глинген из Акбарса – лучшим нападающим. В Татарстане выбирают главный сувенир республики. Проходит конкурс, в котором предложить идею для национального подарка может любой желающий. До 20 октября пройдет первый этап, во время которого принимают заявки, а победителей назовут в начале ноября. Выпускники Центра медиации КФУ помогут решить семейные конфликты. С сентября 2016 года магистры кафедры конфликтологии, выпускники Центра медиации КФУ стали работать операторами на телефоне доверия. 3 по 8 октября 2016 года в Таиланде прошел 7-й чемпионат мира по боксу среди студентов. Золото на чемпионате мира по боксу среди студентов завоевал Антон Зайцев, студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 25 стран. Выставка, посвященная Сергею Аксакову, заработала в стенах Казанского федерального университета. О том, что интересного было на выставке и почему Сергея Тимофеевича считают первым студентом университета, расскажет Анна Глазунова. В музее истории КФУ открылась выставка под названием «Студент, охотник, сказочник», посвященная 225-летию писателя Сергея Аксакова. Он родился в Уфе в 1791 году, а в 1804-м поступил тогда еще в Императорский Казанский университет. Поскольку фамилия его начиналась на первую букву алфавита, ее произнесли первой. Так Сергея Аксакова стали считать первым студентом Казанского университета. И только этим запомнился писатель, но еще как самый молодой студент университета. Ведь на момент поступления ему было всего 13 лет. Из своих воспоминаний Сергей Тимофеевич описывает вот эти студенческие годы. И у них было чувство гордости, что они стали студентами университета. Они целый день занимались. Ведь студентам университета еще полагалась шпага к форме студентов. Описывает, что с какой гордостью они выходили на прогулки в город и обращали внимание местных жителей, которые говорили им вслед, что студенты идут студенты. Сергей Тимофеевич написал множество произведений, но самое известное – это сказка «Аленький цветочек». Так вот он, вот он, цветочек аленький. Как выяснилось, это не вымысел, и такой цветок действительно существует. Правда, растет он только в Ульяновской области и является достаточно редким. Еще в раннем детстве отец Тимофей Степанович привил своему сыну любовь к охоте и природе. Позднее Сергей Аксаков стал заядлым охотником. Он даже написал книгу «Записки ружейного охотника», посвященную четырем видам охоты. Здесь каждый может перенестись в XIX век и примерить на себя образ писателя и сказочника, написав пару строк за старинным письменным столом. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. День первокурсника все продолжается. На сцене уникса зажигаются новые звезды Казанского федерального. На этот раз мы решили не говорить вам о тех звездах, которые появляются на сцене, срывая в зале громкие овации. Мы расскажем о тех, кто создает праздник, не выходя на сцену. О жизни за кулисами смотри в сюжете Насте Ивановой. Концертный зал уникса. С минуты на минуту начнется ежегодный фестиваль «День первокурсника». На сцене поборются и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Но давайте заглянем за кулисы. Девушка, вы можете сказать, чем вы занимаетесь? Оформляем дизайн. А вы скажите, пожалуйста, без тех группы может существовать День первокурсника? Конечно же нет. Почему? Ну как почему? Все ответственные, все самые ответственные работы, все, кто отвечает по большей части за концерт, они находятся здесь на самом деле. Здесь за кулисами и вправду находятся те, кто создает ощущение праздника и задает ритм концертным номерам. Именно здесь, до начала концерта Дня первокурсника, снуют режиссеры снова и снова, проверяя последовательность номеров. Всех группа готовит оборудование, на глазах сменяются декорации. Опускай, опускай, опускай. Почет и слава этим людям может и не достаться, ведь они не выйдут на сцену под бурные овации. Но кто представляет выступление артистов без сценария, правильно настроенного света и реквизитов? Пока первокурсники ночи напролет репетируют танцы, песни и стендапы, орг-группа тоже не сидит без дела. Скомпоновали как-то номера в одном порядке, делали вот ту штуку, которую уже убрали, эту железную, вчера. Что еще? Думали над видеороликами, искали некоторые декорации, думали, как снимать, с кем снимать, где снимать. Ну, в общем, забот хватает, забот хватает. Вокалисты, акробаты, танцоры и КВНщики. Перед выходом на сцену трясутся коленки, задерживается дыхание. Но за спиной артистов там, за кулисами, стоят те, кому куда страшнее. Режиссеры и сценаристы с замиранием сердца смотрят на выступления юных первокурсников. Они переживают в четыре раза больше, потому что в случае чего они никак не смогут повлиять на то, что происходит на сцене. Потому что выбежать и сделать что-то вместо первокурсника, либо вместо какого-то выступающего, это невозможно. Самое сложное позади. Зал взрывается от аплодисментов, жюри улыбается и подводит итоги. И сразу так понятно, что неделя репетиции и волнений того стоили. Последняя финальная песня, когда все выбегают на зал, повязывают на сцену и поют финальную песню, радуются. И вот ради этого мига, ради этого мига готовятся целый месяц. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Одевайтесь теплее, улыбайтесь чаще. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!